Капиновский монастырь Святого Николая, известный в Болгарии. Это мекка, где собираются мотоциклисты и люди, которые занимаются автоспортом. Ход в монастырь с прекрасной древней росписью. А на втором этаже кельи монахов. Тут же древние ступеньки, деревянные балки. В общем, все такое старинное, аутентичное, красивое. Здесь уже келья. Кстати, все сдается, нужно здесь переночевать. Пойдем. Сюда надо ударить. Дзинь-дзинь сделать. А тут бей-не бей, язычка нет. Так что, ловушка. Запах сосен смешивается с запахом рос. Вообще, благоухание такое. Просто красота. Маленький водоемчик. Маленький водоемчик. Внутри храма прекрасные иконы и древняя резьба. Такое ленивое мясо-котейка. Назвали с отрывниками. Небольшой городок Трявны с прекраснейшим кофем на песке. В Трявне просто рекомендую выпить кофе по-турецки. Здесь готовят на песке. Здесь. Ну и можно купить много всякого интересного, вкусного. Чучхелу, синие сливы, пастилу и так далее. Очень такие хорошие хозяева. Трявнинские резчики по дереву издревле известны в Болгарии не только в дни. Ну и как в Трявне не посетить оружейный магазин с огромным разнообразием холодного и огнестрельного оружия. Гранатовое вино и вино из инжира. Недалеко от Габрова находится действующий Сокольский женский монастырь. Интересно его посетить. Осень прекрасна в горах. Просто пусту красок. Недалеко от Капиновского монастыря находится водопад, который тоже называется Капиновский. Большое озеро. А в окрестностях масса дорожек, потечек специально назначенных для туристов. Плюс туристический кемпинг, где можно остановиться как в палатке, так и на кемпинге. Здесь плечишечка такая. Плюс будет плечишечка. Капиновский брантер. Капиновский кемпинг. Плюс этаж итamis�инга. Плюс,piece копайник, постепенька. Плюс,cm,locв. Плюс, тек zit. Плекс, ветер. Лоб. П solidarity вещам! Текти. Скойпинг. Опคน. находится кемпинг с бассейном ну и всеми благами цивилизации